Прошли времена, когда женщин в науку не допускали. Сейчас все наоборот. Ученым-дамам не только включают зеленый свет, но и всячески пропагандируют научную деятельность в женском исполнении. Для Республиканского отделения Российского Союза молодых ученых конкурс стал первой масштабной акцией. Гран-при «Женский облик в науке» достался Инне Семеновой, преподавателю филиала Московского автодорожного института. Молодых педагогов, кстати, среди конкурсанток было немало. Я подала все свои результаты на сегодняшний день, которыми я обладаю. Это и монографии, и все мои научные труды, и победы моих студентов. И так уж получилось, что оказалось, что у меня самое большое количество моих студентов, которые принесли нашей Республике победы. Современные научные дамы – это вам не синий чулок в мужском пиджаке и роговых очках, сутулы от постоянного сидения за книгами. Сегодня многие женщины успешно совмещают научно-исследовательскую деятельность с материнством, хобби, занятиями спортом, не отказывая себе в других маленьких радостях, вроде шопинга. При этом в науке они добиваются заметных результатов. Ирина Ершова, леди-новатор из сельскохозяйственной академии, в свои 27 лет кандидат технических наук и автор более 10 запатентованных изобретений. Данные установки используют низкопотенциальный источник энергии, солнечную энергию и предназначены для хранения сельхозпродуктов, например, таких как картофель, молоко и другие сельхозпродукты. Также наши установки направлены на сбережение ресурсов нашей планеты. Конкурс первый, но не последний, обещает научное сообщество республики. Елена Гальперина, Алексей Иванов, Александр Петров. Республика.